В Geometry Dash масса уровней, и каждый из них строится разное количество времени. Все зависит от навыков и возможностей строителей. Сегодня в видео мы рассмотрим случаи, когда креаторы тратили годы на постройку своих работ. Безусловно, важно подметить, что долгая постройка не всегда значит идеальный уровень, но неудачных случаев, к счастью, немного. А также должен сказать то, что я мог упустить какие-то уровни, поэтому можете подправить меня в комментариях. А перед началом спешу тебе сообщить о приватном сервере FLPS. На нем есть свой русификатор, а также вам не запрещают пользоваться мегахаком. Помимо внутренних игровых функций, FLPS имеет свой красивый и удобный сайт. И дискорд сервер со множеством ивентов, конкурсов и наборов. Захоти и не пожалеешь. Ссылка в описании. Начнем с такого уровня как Dark Odyssey, построенного мастером XL уровней Джонатаном. Это продолжение к старой работе креатора под названием Dark Travel, которая еще в 2017 году была сделана креатор-контесту Vibrina и заняла там третье место, пусть и в номинации Unknown. Джонатан и в этот раз решил построить уровень контесту, но очень сильно опоздал. Несмотря на это, уровень можно назвать одним из лучших в его карьере. На все это Джонатану понадобилось 13 месяцев, причем за всей постройкой можно было наблюдать на стримах креатора, которых он провел целых 143. Последний ушел на проверку Dark Odyssey, сделав демон полноценным проектом одного Джонатана, ведь ранее он самостоятельно не верифицировал свои работы. Комьюнити по достоинству оценила работу и в конце 2021 уровень был признан лучшим XL демоном года. Во время сбора материала к этому видео я наткнулся на такой уровень, как Перихелион из 2020 года. Думаю, видел его не так много людей, хотя он этого заслуживает. Демон построен совместно с креаторами ILRL, Hyperflame и многими другими во главе с Гальзо. Там еще участвовал спутник, с которым построил очень классную часть с интересной концепцией. Получился такой динамичный уровень, смешавший себе разные стили. Креаторы приступили к постройке Перихелиона еще в 2018 году, а закончили работу только спустя 16 месяцев. Чуть больше, а именно полтора года ушло на постройку Кенос. Удивительно, но с момента выхода этого демона прошло уже более трех лет, а строиться он начал еще в конце 2016 года, 15-ю строителями. Траст, Азимнер, даже Нубастом поучаствовал. Из-за довольно устаревшего декора уровень пришлось почти полностью перестроить, что также сыграло свою роль на общем времени постройки. Особенно много времени ушло на нахождение проверяющего. Демон прошел через пять человек, причем некоторые из них, а именно Комбайн и Миркью, были очень близки к проверке Кеноса. Но удача улыбнулась Энфесте, реакцию которого мы все знаем, ведь она стала довольно популярным мемом и даже зазвитилась в видео Пьюди Пая. Примерно столько же по времени, полтора года, ушло на строительство Собернетик Рассенд, уровня заканчивающего трилогию вместе с Artificial Ascent и Digital Descent. Это тот уровень, который сообщество оценило по-разному. Было много и недовольных оценок, но в итоге демон был признан одним из лучших мегаклабов 2021 года. Обычно коллабы стараются строить в едином выдержанном стиле или хотя бы около того, но иногда креаторы отходят от этого стандарта и делают что-то новое. Так целых 30 человек во главе с Айрол создали Point Zero. Причем этот уровень спасла случайность. Если бы изначально его не забросили, то вряд ли бы в коллаб пришли новые строители и придумали новую концепцию демона. Абсолютно таким же можно назвать и другой мегаклаб, организованный Айролом, Плас Альтра. Он основан на истории аниме My Hero Academia, показывая в каждой части способности его персонажей и делая всяческие отсылки на них. Лично мне этот демон понравился меньше в сравнении с прошлым. Строился Плас Альтра ровно 20 месяцев. В конце уровня даже можно увидеть точные даты постройки. Кастрикс. Креатор, реализовавший свой уникальный глоу-стиль. Его уровни всегда выделялись огромной проработкой деталей, но особенным стал демон Интерфейс. Здесь всё. Невероятно яркий, светящийся блок-дизайн и фоны, которые очень подходят к нему. Всё кажется построенным просто идеально, Креатор даже о хорошем синке не забыл. Услышав о том, что Кастрикс потратил на этот проект ровно 2 года, не может быть ни единого сомнения в этом. Серия уровней Крейзи от DaveGT могла закончиться на двух частях, так как Креатор не видел смысла в её продолжении, но третья часть всё-таки вышла. Крейзи 3 разрабатывался чуть больше двух лет, и при выходе просто разорвал комьюнити ГД. Буквально за три месяца уровень стал самым скачиваемым в 2021 году, набрав больше трёх миллионов загрузок. А самый популярный шоу-кейс, по факту верификация, с ним собрала целых 10 миллионов просмотров. Говорить много про декор и тематику не придётся. Тут привычный нам блок-дизайн, погружающий в тематику цирка с боссом в конце. Самое главное, что нужно подметить, так это то, что DaveGT анонсировал обновление Крейзи 3. Помимо каких-то небольших изменений фона и декораций, игрок обещает добавить в уровень второй босс-файт. Только легенды вспомнят видео трёхлетней давности на канале Tempo под названием High Score With Clicks, где был показан лейаут уровня с невероятным синком в каждом моменте. Tempo собрал 18 талантливых креаторов и спустя два года постройки выпустил New Record. Двухминутный коллаб, который множество игроков назвало очень фановым за счёт кликсинка, несмотря на такую большую длительность. Ванная и туалет – те места, в которых зарождаются легендарные мысли. Одна из таких пришла к Гейден Хэттени во время приёма души ещё в 2016 году. Уже на тот момент в его будущем мегаклабе, который решили назвать Ocular Miracle, в своей части имели Трастен, Убельбой, Вуги и много кто ещё. И креатор собрался пригласить ещё больше людей для того, чтобы построить новый сложнейший демон в игре. За долгое время постройки концепция топ-1 демона отошла на второй план, и цель уже заключалась в создании красивого фанового уровня. Проводилось несколько контестов на части в демоне, к коллабу присоединялись новые люди, правда, очень часто они покидали его по разным причинам. Основной была именно долгая постройка демона, продолжавшаяся около двух с половиной лет. Некоторые строители уходили не только из проекта, но и из игры в целом. К 2020 году Ocular Miracle был полностью закончен командой из 41 креатора. Особую популярность демона удалось заполучить из-за рекордно большого числа объектов, которые использовали при его строительстве, чуть больше 850 тысяч. Но это как помогло проекту, так и развалило его. Многие просто не смогли запустить уровень, а даже те, у кого это получалось сделать, сталкивались со странными багами, из-за чего было принято решение не просто взять и сократить число объектов в уровне в разы, а разделить его на несколько частей. Так и получились Reverie, Faith и Diligence. Universal Travel Мегаколаб построен почти полностью только испанцами. Это еще один из уровней, принадлежащих серии Travel, правда, отличающийся от остальных лишь своей небольшой длиной. Он длится чуть меньше 5 минут. Креатор Драгнелл еще в начале версии 2.1 задумал построить уровень в космической тематике, и к нему присоединилось более 10 других строителей. Работа получилась очень реалистичной, смотря на уровень, погружаешься в атмосферу космоса. Разработка этого демона шла очень долго, с 2017 по 2020, почти 3 года. К счастью, будучи не самыми известными строителями, их работа была замечена и положительно оценена комьюнити. Еще более длинный в сравнении с прошлым уровень – Буги. 6,5 минут быстрого геймплея и сложных таймингов. Его создание началось еще в 2018 году и продлилось более 3,5 лет. За это время навыки в строительстве значительно выросли, что и можно увидеть, продвигаясь по частям в Буги. Сам организатор мегаколаба Digital Zero говорил много раз, что продолжать заниматься таким большим проектом, в котором участвуют 40 человек и еще и на протяжении такого длительного времени – невероятно сложная задача. Множество раз он останавливался на мыслях о том, что уровень не получится доделать, что пора заканчивать работу. Но летом 2021 года Буги все же вышел. Какое-то время он был самым длинным экстрим-демоном, пока спустя год рекорд не побил Sinister Silence. К слову, если говорить об этом уровне, то даже удивительно, что при его почти 9-минутной длительности и в 2,5 раза большем числе креаторов, Демон был построен всего за несколько месяцев. Впечатляющий результат. Возможно, некоторые из вас уже с самого начала видео ждут тот самый уровень, который много кого удивил своей длительностью постройки, причем одним человеком. Да, это Седулос от Симифаинга. Мнений о нем было много, все они были разные. Кто-то говорил, что это удивительный декор, кому-то казалось, что все не так радужно, и креатор лишь напихал множество глоу, света и так далее. В любом случае, это очень успешная работа. Но вспомните, о чем я вам говорил еще в начале видео. Не всегда то время, которое строится уровень, является фактическим. Все дело в том, что какое-то время в GD-браузере была доступна функция по просмотру времени, которой был открыт редактор при постройке того или иного уровня. Как оказалось, по этим данным, Future Func 2 строился активнее в 3 раза, чем Седулос. То есть редактор в нем Джонатан открывал гораздо чаще, при том, что он, Демон, построил всего за 8 месяцев. Да, потом Колланд признал, что функция работает ошибочно и может выдавать не совсем верные данные, но не настолько же сильно эта функция баглась, чтобы показывать такие разнящиеся результаты. В итоге, не отрицаю, что уровень получился вполне годным, но вряд ли прям все 3,5 года Сэммифаинг занимался его постройкой. Два рекордсмена по длительности постройки уровней Рендер от The Drift, который находился в разработке на протяжении 6 лет, и Эрис, коллаб во главе с Соляриом, который, внимание, начали строить еще в самом начале 2.0 и закончили только спустя 7 лет. Естественно, ни одна из этих работ не создавалась то количество времени, которое я назвал. Это было бы просто невозможно. Нужно удержать как других креаторов, так и остаться заинтересованным в строительстве самому. По словам The Drift, на его уровень ушло порядка 1500 часов без перерывов. С Эрис, вполне возможно, все примерно так же. На протяжении 7 лет возникало множество проблем, из-за которых постройку приходилось временно прекращать. Но спустя такое долгое время она была закончена. Безусловно, как я уже и сказал, я мог упустить какие-то работы, поэтому можете рассказать о них в комментариях. Вполне возможно, что их соберется достаточное количество для второй части этого видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok